Улица Суханова, разгар рабочего дня. Эта дорога на особом контроле у сотрудников полиции. Дисциплины у пешеходов здесь никакой. Где хочу, там и хожу. Так уж повелось у уссурийцев. Торговый центр расположен вдали от переходов. Автомобильное движение одностороннее. И кажется, что перебежки безопасны. А ведь каждая такая попытка может закончиться трагедией. На сегодняшний день на территории Уссурийского городского округа произошло 101 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в которых 6 человек погибло и 96 получили травмы различной степени тяжести. Основная причина данных дорожно-транспортных происшествий это переход проезжей части в неустановленном для перехода месте. При таком нарушении и штраф полагается. Пешеходу 500 рублей, водителю, не уступившему на зебре, полторы тысячи. Наказание рублем мера действенная, говорят полицейские, но лучше не нарушать. Жизнь и здоровье человека прежде всего его личная ответственность перед собой. Должно быть достаточно переходов, вот люди выходят из магазина и сразу идут через дорогу. Значит, там нужно сделать переход по требованию или как-то, есть разные виды переходов. Ну, конечно, нужно учесть, как люди ходят. Таких аварийно-опасных участков по городу достаточно. Не везде можно оборудовать зебру, но это не повод пренебрегать правилами. За последние несколько недель пять человек попали под автомобили на дорогах города. Шли в неположенном месте. Но и соблюдение норм не всегда гарантия безопасности. Пешеходы, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, всегда полагаются, что они в безопасности находятся. Но это не так. У нас водители многие не соблюдают, к сожалению, правила дорожного движения. И на пешеходных переходах случаются типичные ловушки. Это когда один ряд пропускает, а со второго автомобилист совершает наезд. Буквально на этой неделе зафиксирован и такой случай. Штрафы, предупреждения, беседы. Инспекторы ГАИ борются с нарушителями. В этой проблеме говорят, многое зависит от культуры населения. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.